Привет! Меня зовут Ира. Спасибо, что вы зашли на мой канал. У меня теперь есть микрофон, поэтому я надеюсь, что вы будете слышать меня лучше. Сегодня мы будем говорить о выражении друг друга. Если вы еще не знаете, как правильно использовать это выражение, как изменять его по падежам, например, тогда продолжайте смотреть это видео. Итак, первое, что вы должны запомнить – мы не используем выражения друг друга в именительном падеже, в первом падеже. Но, как вы видите, мы можем изменять и использовать его в других падежах. Сначала давайте поймем, что значит друг друга. Если вы хорошо знаете английский язык, вы наверняка знаете выражение each other. Русское выражение друг друга переводится на английский язык each other. Но есть разница. В русском языке нам нужно изменять это выражение по падежам, а в английском нет. Для тех, кто не знает английский язык и не понимает пока, что это значит, я предлагаю посмотреть сюда. Сегодня нам будут помогать две девушки – Маша и Оля. Я надеюсь, вам очень приятно с ними познакомиться. Маша пишет Оле. Оля пишет Маше. Они далеко живут, и они не могут разговаривать. Мы можем использовать два этих предложения, чтобы сказать, что Маша пишет Оле, Оля пишет Маше. Но если вы хотите использовать более короткий вариант, вы можете сказать. Они пишут друг другу. Они – это Маша и Оля. Они пишут кому? Друг другу. Писать кому? Падеж 3 – дательный падеж. Это предложение плюс это предложение равно это предложение. Обычно носитель русского языка не будет говорить так. Он будет использовать такое предложение. И сегодня я тоже расскажу вам, как правильно менять фразу друг друга. Вы уже видите, как использовать ее в падеже 3. Давайте посмотрим, как использовать эту фразу в других падежах. Давайте начнем с глагол. Это родительного падежа. Это падеж 2. Мы прочитаем предложение. Они всегда получают подарки друг от друга. После глагола «получать» мы используем падеж 2 или родительный падеж, если мы говорим получать что от кого. От кого – это значит, что этот человек, он посылает вам подарок. А вы получаете подарок от этого человека. В падеже 2 мы вот так изменяем выражение друг друга. Обратите внимание, от – это предлог. Всегда мы ставим в этом выражении предлог после слова друг. Всегда. И вы сейчас увидите, что во всех падежах слово друг мы не меняем. Мы будем менять только второе слово, только его окончание. Итак, запомнили. Первое слово не меняем, если есть предлог между этими словами после слова друг. Хорошо? Это такое правило. Давайте посмотрим падеж 3, дательный падеж. Они редко пишут друг другу. Мы уже видели такой пример здесь. Писать кому, если мы говорим о человеке. И вот так мы используем выражение друг друга в дательном падеже. Если вам нужно использовать дательный падеж в значении «идти к кому», «куда» в значении направления, мы здесь должны использовать предлог. Например, они часто ходят в гости друг к другу. Видите, здесь есть предлог «к». И мы также, как в падеже 2, ставим его после слова друг. Это очень важно. Следующий падеж – винительный, падеж 4. Они внимательно слушают друг друга. Слушать кого? Всегда винительный падеж. Посмотрите, как мы изменяем это выражение. Друг друга. Не будем менять. Когда мы говорим об этой фразе, как я говорила в начале видео, мы обычно используем эту форму. Сегодня мы поговорим о фразе друг друга. Мы используем падеж 4 в таком случае. Следующий падеж – творительный, падеж 5. Они не разговаривают друг с другом. Мы говорим разговаривать с кем. Опять, здесь у нас есть предлог «с». Мы ставим его после слова «друг». И следующий падеж, падеж 6. Они написали истории друг о друге. Истории о ком. Друг о друге. Предлог «а». Итак, давайте посмотрим еще раз, какие окончания есть у второго слова «друг» в падежах во всех, кроме падежа 1. Друг друга, друг другу, друг друга, друг другом, друг о друге. Эти окончания вам нужно запомнить. И не забывать, что предлоги всегда стоят между этими словами. Это все, что я хотела рассказать вам о выражении друг друга. И сейчас, чтобы немного потренироваться использовать это выражение в разных падежах, мы сделаем вместе маленькое упражнение. Здесь у меня есть для вас небольшой текст. Мы сейчас вместе прочитаем его, подумаем, в каком падеже нужно использовать выражения друг друга. Потом вы напишете правильные ответы. Я тоже их напишу, и мы вместе их проверим. Давайте сначала прочитаем. Маша и Юра сейчас живут далеко. После «далеко» какой падеж мы должны использовать? Правильно, падеж 2. Не забудьте предлог. Но они каждый день звонят. Какой падеж? Три. Отлично. Очень скучают. Три. Супер. И всегда думают. Шесть. Отлично. Раньше, когда они жили в одном городе, они много времени проводили. Пять. Ходили в гости. Три. И слушали истории. Два. Отлично. Пожалуйста, не забывайте, что иногда нам нужно использовать предлоги. Пожалуйста, сейчас напишите ваши ответы, и мы проверим. Закончили? Я тоже написала правильные ответы. Давайте проверим. Маша и Юра сейчас живут далеко друг от друга. Мы всегда говорим далеко от плюс падеж 2. Далеко от завода, от центра, от подруги. Но они каждый день звонят кому друг другу. Это падеж 3. Очень скучают друг по другу. Это тоже падеж 3. Мы всегда говорим скучать по кому. И всегда думают о ком. Падеж 6. Друг о друге. Раньше, когда они жили в одном городе, они много времени проводили с кем. Падеж 5. Друг с другом. Здесь, конечно, вы можете сказать проводили время вместе. И это тоже будет правильно. Ходили в гости. Куда или к кому. Это человек, направление. Поэтому мы используем падеж 3. Друг к другу. И слушали истории. Чьи, какие или кого друг друга. Это падеж 2. Может быть, вы здесь написали истории друг о друге. И это тоже правильный ответ. Истории о ком? Друг о друге. Почему нет? Это тоже возможно. Я надеюсь, что все ваши ответы были правильные. И теперь, когда вы будете говорить по-русски, для вас не будет трудно использовать выражения друг друга. Как всегда, я оставлю для вас внизу онлайн-упражнения. Вы можете еще потренироваться использовать выражения друг друга. Также я, как всегда, сделала для вас диктант. Послушайте предложения, напишите их и проверьте себя. Ответы будут внизу по ссылке. Я, как всегда, желаю вам удачи в изучении интересного, красивого русского языка. И увидимся в следующем видео в понедельник в девять часов утра. Не забудьте. Пока!